Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Существует множество теорий, но у всех есть кое-что общее. Рудольф Гасс не кончал жизнь самоубийством. Вероятнее всего, он был убит по приказу британского правительства, которое посылает, что он раскроет определенные факты. Одни исследователи считают, что правительство не хотело, чтобы он выдал тайну, скрывавшуюся за его перелетом в Великобританию во время войны. Другие полагают, что это было сделано, чтобы люди не узнали, что в тюрьме Шпандау все это время сидел не настоящий Рудольф Гасс, а его двойник. Каждый элемент этого заговора говорил о лжи и уловках британской монархии правительства. И если бы это оказалось правдой, то могло бы потрясти основы британского общества. Но до настоящего момента никому не приходило в голову проверить эту теорию. Впервые версия жизни и смерти Рудольфа Гасса будет проверена с помощью самых современных научных методов. Мы будем использовать аэронавтику, патологоанатомические, графологические, судебно-медицинские анализы и исследование голоса, чтобы вспомнить и заново оценить важнейшие улики и дать окончательный ответ на три главных вопроса. Был ли полет Гасса 1941 года частью заговора с целью создания британско-германского альянса? Действительно ли англичане подменили Гасса идеологически обработанным двойником? И правда ли то, что британское правительство цинично приказало убить 93-летнего старика, чтобы защитить свои тайны? Пришло время разгадать загадку жизни и смерти Рудольфа Гасса. Наши расследования начинаются с перелета Гасса в Шотландию, который воссоздаст бывший пилот британских ВВС Тони Далтон. Официальная версия всегда утверждала, что Гасс прилетел с миротворческой миссии, что важно, и Гитлер, и британские власти сходились во мнении, что он был психически неуравновешен и действовал в одиночку. Приверженцы теории заговора не верят в это. Они считают, что Гасс не мог совершить этот полет без посторонней помощи. Особенно они отмечают тот час, который Гасс якобы совершал круги над Северным морем, якобы чтобы убить время и сесть на британское побережье после захода Солнца. Мы думаем, что с тем оборудованием, что было у него, невозможно летать кругами над морем. Малейшая ошибка в определении курса могла бы увести его на много миль в сторону от побережья Великобритании. Выдвинутая версия Дерска. Гесс лгал, пытаясь скрыть более длинный маршрут, которым он летел в Шотландию. Он просто следовал за радиосигналом, который посылала ему пронацистская группировка Великобритании. Группировка, которая планировала отстранить от власти Чарчилля и создать англо-германский альянс. В эту группировку входили представители британской аристократии, возможно, даже сам король Георг VI. Тони собирается проверить эту версию. Он попытается воссоздать последнюю, якобы невозможную часть перелета Гесса. На аэродроме за его полетом будет следить Питер Бондар. Если попытка Тони будет успешной, официальная версия устоит. Гесс легко мог справиться один. Но если Тони постигнет неудачу, то мы получим шокирующее доказательство заговора, который мог изменить ход истории. Тони летит над Северным морем в том месте, где Гесс закончил совершать круги. Именно здесь он начнет эксперимент. Я включаю секундомер, довожу скорость до 120 узлов. Итак, я решил, что буду делать круг. Задача Тони сделать четыре круга по Си, Северо-Восток, Юг-Запад и, используя только карту времен Второй мировой войны и Компас, закончить том месте, где начал. У него нет ориентиров, на которые он мог бы опереться, поэтому важно, чтобы он не отклонился от отмеченного маршрута. Он должен поддерживать определенную скорость, не сбиться с курса даже на градус, и тратить на каждый круг ровно по 20 минут. Трудность этого упражнения заключается в том, что я должен сохранять очередный, следить за скоростью самолета, направлением и, очевидно, смотреть по сторонам. Кроме того, есть еще один дополнительный фактор, который мы должны учитывать. Боковой ветер скоростью 20 узлов. Даже такой слабый ветер может отбрасывать Тони с курса на одну милю каждые три минуты. Тони закончил первый круг и начинает поворачивать обратно. Мы видим, что он уже немного сбился с курса, и сейчас кажется, что к тому моменту, когда он вернется в исходную точку, он отклонится от курса еще на 2-3 мили. Сейчас Тони возвращается, сделав круг, и резко разворачивается. На этот раз, как я вижу, он следует почти строго по намеченной траектории. Сделано половину упражнения, Тони исправил свой курс, приняв и внимание ветер. И хотя Гесс налетал совсем немного, по сравнению с 6 тысячами часов Тони, он был профессиональным пилотом ВВС и выигрывал самые престижные в Германии соревнования пилотов. И, сомненно, такая техника была хорошо знакома ему. Гесс вполне мог знать о погодных условиях на маршруте его полет, он мог знать направление ветра. И если бы ему надо было совершить круг, он мог бы взять ветер в расчет и воспользоваться, например, вот таким навигационным инструментом. Тони, как и Рудольф Гэш, использует то, что авиаторы называют волшебным колесом, круглую логарифмическую линейку. Она позволяет пилоту делать в воздухе самые разные расчеты, производить оценку запаса топлива, поправку на ветер. Этот инструмент эффективно используется пилотами на протяжении последних 70-80 лет. Спустя четыре круга, 83 минуты и 20 миль, Тони отклонился от курса всего на 5 миль. И с этого момента это простая навигация. Конечно, мы должны признать, что Рудольф Гэш, наверное, лучше умел пользоваться данными приемами, поскольку во времена Второй мировой войны еще не было глобальной системы навигации и определения положения. И если мы допустим, что погодные условия были хорошими, ярко светила луна, то с этой высоты можно хорошо видеть все на сотню миль вокруг. Он мог летать кругами, не делая поправку на ветер, и сбиться на 20 миль. Но в тот момент, когда он достиг берега и начал использовать британское побережье как навигационный ориентир, у него вообще могло не возникнуть никаких проблем. Никаких. Очевидно, что Гэш смог совершить этот перелет в одиночку, но почему он сознательно бросился в объятия врага? Официальная версия, он был психически неуравновешен. В качестве доказательства приводится его поведение на Нюрнбергском процессе. Через пять лет после того, как Гэш покинул Германию, он казался совершенно другим человеком. Он не узнавал своих старых коллег и даже бывших секретарей. Сторонники теории заговора, однако, предполагают другое объяснение этому, поразительное в своих выводах. Есть убедительные свидетельства того, что узник тюрьмы Шпендау был не настоящим Рудольфом Гэсом, а двойником. Подмена произошла в Великобритании во время Второй мировой войны. Некоторые исследователи считают, что настоящего Гэса казнили англичанин. Мы же полагаем, что он погиб во время крушения самолета, но общественности объявить об этом не могли. В любом случае, человек, которого судили на Нюрнбергском процессе, не был Рудольфом Гэсом. Возможно ли, что Гэсом заманили в Великобританию спецслужбы, чтобы подменить на идеологически обработанного двойника? Шпион, который затем мог проникнуть в высшие эшелоны нацистского руководства? Человек, который был осужден и прожил остаток своих дней под именем Рудольфа Гэса? Возможно ли, что разведка Великобритании, наконец, Черчилль, ответственны за то, что играли жизнью человека, а затем подвергли его пожизненному заточению? Теперь, когда узник Шпандау умер и кремирован, никто не надеялся докопаться до истины, но доказательства могут принимать различные формы. Голос человека уникален. Он является результатом личных физиологических особенностей, таких как форма губ, языка, дыхательного горла и приобретенных факторов, индивидуальных для каждого. Вот запись голоса Рудольфа Гэса, сделанная в 1934 году на съезде в Нюрнберге. А вот Гэсс выступает на суде после войны. По мнению сторонников теории двойника, это два разных человека. Используя суперсовременную программу, позволяющую распознавать человеческие голоса, Сэм Уэтмор и Брайан Борчартс сделали графическое изображение этих записей. Мы можем сравнить форму колебаний. Все, что нужно, это лишь общая фраза. Вот это хорошо, я просто прокручу еще раз, чтобы убедиться наверняка. Итак, мы видим здесь трехмерное изображение. Здесь у нас частота, это высота голоса. А на этой оси вы видите время. Наконец, количество имеющейся энергии. Сравнив форму колебаний двух записей, Сэм и Брайан смогут раз и навсегда доказать, был ли человек, осужденный на Нюрнбергском процессе, Рудольфом Гэссом. Не будем брать во внимание эту область низких частот, поскольку она выходит за границы человеческого голоса. Главный энергетический спектр находится вот где. Что отражается здесь? Если мы посмотрим на частоты, которые лежат в основе этого голоса, то я могу сказать, что затухание в этих частотных диапазонах очень похоже. Одинаковая кривая. Еще одна частота, которая сразу же поразила меня, это вот эта падающая частота. Она очень похожа на эту. Две записи были сделаны в абсолютно разных условиях, на разном оборудовании. Если человек в Нюрнберге был Гэссом, он был бы на 12 лет старше и находился в совершенно другом эмоциональном состоянии. Все эти факторы влияют на графическое изображение его голоса. Однако рисунок колебания удивительно похож. Они кажутся похожими, особенно там, где показал Сэн на частоте 600 герц. И мы видим затухание, которое графически выглядит практически одинаково. Вы сказали, что с большой вероятностью это был один и тот же человек. Впервые теория двойника была убедительно опровергнута. Человек на записи 1946 года, кажущийся на суде сбитым с толку и запутавшимся, это Рудольф Гэсс. Однако почему психически больного Гэса сочли под судном, а потом еще 41 год держали в тюрьме? Остается одна версия. Гэсс привез в Великобританию настоящий мирный план. План, который британское правительство проигнорировало. План, существование которого оно всеми способами пыталось скрыть. Во второй части программы мы узнаем правду о самом шокирующем обвинении в том, что правительство Великобритании хладнокровно убило 93-летнего старика, только чтобы скрыть тайны своего прошлого. Конец первой части. Заговоры. Проверка фактами. Часть вторая. Загадки окружающей жизни и смерть Рудольфа Гэса породили множество теорий заговоров. Мы взялись проверить эти теории с помощью научных экспериментов. Утверждение, что Гэсс не мог совершить одиночный перелет в Шотландию без посторонней помощи из британской земли, оказалось необоснованным. Теория, что британские спецслужбы заменили Гэса двойником, также была убедительно опровергнута. Остается самая большая тайна. 17 августа 1987 года администрация тюрьмы Шпандау объявила о смерти Рудольфа Гэса. Время, когда это произошло, незамедлительно вызвало подозрения. Ведь впервые за 40 лет освобождения Гэса стало казаться возможным. Зачем он выбрал момент, когда он наконец снова мог увидеть свою семью и вернуться к нормальной жизни? Согласно официальным отчетам, в 14.10 охранник Гэса вышел, чтобы ответить на телефонный звонок, оставив Гэса одного, читающего в небольшом помещении, которое тот использовал как летнюю комнату. Когда охранник вернулся, Гэсс был мертв. Он повесился на прикрепленном к оконному шпингалету кабеле. Охранник отсутствовал всего 5 минут. Гэссу было за 90, он был больной, плохо видел. Он страдал артритом и ревматизмом. По словам его медсестры, он не мог самостоятельно завязать шнурки на ботинках. Как же такой слабый человек смог сделать все то, что он якобы сделал, всего за 5 минут? Он должен был написать предсмертную записку, состоящую из сотни слов, должен был вытащить электрический кабель, привязать его к оконному шпингалету и завязать вокруг собственной шеи. Мы считаем, что это невозможно. Артур у 93 года. Он страдает артритом и ревматизмом. Он попытается следовать официальной версии, повторить все, что делал Гэс 17 августа 1987 года. У Артура есть 5 минут, чтобы воссоздать все, что якобы проделал Гэсс. Во-первых, он должен написать предсмертную записку. Доктор Айкнер следит за его действиями. Прошла минута, он пишет очень медленно. Очевидно, что ему очень тяжело писать. Сначала эксперимента прошло 2 минуты, но прогресс очень незначительный. Артрит не позволяет крепко держать ручку, сустав на месте соединения двух костей поврежден. И мы видим следы операции, которая должна была усилить сустав. Считается, что за 5 минут Гэсс написал предсмертное письмо, сделал петлю из кабеля и повесился. Артур того же возраста, что и Гэсс, страдает той же болезнью, однако он даже не успевает написать 100 слов в отведенное время. Артур, время вышло. Вывод очевиден. Либо Гэсс приготовил письмо заранее, либо это подделка сочиненной убийцей. Карин Байбл сравнивает предсмертную записку с письмом, которое Гэсс написал жене в 1969 году. Принадлежат ли они руки одного человека? Стиль написания кажется одинаковым. Написание некоторых букв и соединения очень похоже, например, в слове «цу». Форма буквы «у» и соединения идентичны тому, что мы видим на предсмертной записке, а также слово «ир». Написание буквы «и» одинаково в обоих письмах. В то время как скорость письма достаточно велика, все буквы четко прописаны, они не сливаются в одну нить, как было бы, если бы письмо писалось под давлением очень быстро. Мой вывод — это действительно почерк Рудольфа Гэса, и, вероятно, записка была подготовлена заранее. Если Гэсс написал записку раньше, позволило бы ему его ограниченная подвижность повеситься за пять минут. Доктор Айкнер запускает секундомер. За три минуты Артур заканчивает физическую часть задания. Если Гэсс подготовил предсмертную записку заранее, ему нужно было бы совершить только механические действия, взять шнур, привязать его к ручке, обернуть вокруг шеи. Это вполне возможно. Хотя, должен сказать, для этого бы потребовалась большая решимость. Гэсс написал предсмертное послание. У него было достаточно времени, чтобы повеситься. У него был мотив и возможность. Но расстался ли он с жизнью по собственной воле, или кто-то успел раньше него? Судебная экспертиза даст ответ на этот последний вопрос. Скрытие проводилось дважды. Первое, сделанное главным патологоанатомом британской армии, подтвердило заявление администрации о том, что он покончил с собой. Второе, на котором настоялось имя Гэса, и проведенное три дня спустя, пришло к совершенно иному выводу. Между отчетом о вскрытии британских властей и немецкого патологоанатома есть существенная разница. И больше всего она касается горизонтальных отметин на задней части шеи, которые обнаружил немецкий врач, и которые, видимо, не упомянуты в британском отчете. Немецкий патологоанатом пришел к заключению, и мы тоже считаем, что эти отметины указывают на то, что Гэс не повесился, а был задушен третьей стороной. Убийство или самоубийство. Профессор Миллрой придумал простой Т, чтобы выяснить правду. Предполагается, что Гэс повесился на оконном шпингалете, находившемся на расстоянии 140 сантиметров от пола на уровне груди. Сторонники теории заговора считают, что если Гэс покончил с собой, то на задней части шеи не должно было остаться никаких отметин. Шнур бы дернулся в тот момент, когда тело упало вперед. Отметины на шее указывают на убийство, считают они. Но так ли это? Типичный способ удушения шнуром, особенно если вы хотите сделать это внезапно, это подойти к жертве со спины, накинуть петлю и затянуть сзади. Такой способ оставить отметины на передней части шеи и не оставить сзади. Проблема в том, что отметины на шее Гэса были как раз на задней части шеи. Другой способ это скрестить руки. Но это оставит круговую отметину с перекрестной меткой. В деле Гэса такого нет. Но если отметины на шее не указывают на убийство, можно ли объяснить их самоубийством? Итак, убийство или самоубийство? Считается, что Гэс повесился на шнуре, висящем низко, на уровне тела. Если мы переместим тело в другое положение, чтобы имитировать повешение, повернем голову, как будто тело лежало на боку, тогда мы получим нашу отметину. Вдушение вызвано убийством, или самоубийством, это процесс, когда прекращается приток крови к мозгу. Это не блокады дыхательных путей. Прекращение кровоснабжения может вызвать большой коллапс в течение 10-15 секунд. И тогда этот процесс становится необратимым. И когда мы возвращаем тело в первоначальное положение, вот где мы видим отметину сбоку и горизонтальную сзади. По моему мнению, первое заключение власти о том, что это было самоубийство, верно. Анализ отметен наше изучение предсмертной записки и даже реконструкция самого события. Все улики говорят о том, что после 40 лет заключения 93-летний Рудольф Гэс добровольно ушел из жизни. Три главных утверждения теории заговора пали под натиском научных доказательств. Но картина получается не менее странная. Психический больной Гэс, находясь в меньшинстве в нацистской партии, затеу рискованное предприятие, которое, по его мнению, должно было польстить Гитлеру. Арест и тюремное заключение не улучшили его психическое состояние. А суд 1946 года лишь усугубил его. 40 лет спустя, столкнувшись с лицом к лицу с возможностью освобождения и опасаясь людской ненависти, он покончил с собой так же, как жил, решительно и на собственных условиях. Это ракета Феу-2, первая в мире баллистическая ракета. Подобным оружием Гитлер рассчитывал в 1944 году сломить волю союзников к победе и добиться победы для Германии. Путь в Берлин В сентябре 1944 года немецкие армии отступали, оказываясь уже на территории Фаттерлянда. Но у Гитлера в запасе было новейшее оружие. А все Германии, в секретных лабораториях и на подземных заводах ученые разрабатывали оружие нового поколения. И самый главный из этих заводов был здесь, в Нордхаузене. Гитлеровское оружие устрашения В течение 30-х годов немецкие военные втайне работали над программой создания наступательных ракет. Они провели испытательные запуски двух основных моделей ФАУ-1, низковысходные летающие бомбы и ФАУ-2, баллистической ракеты более дальнего радиуса действия. Первые опыты были неудачными из-за технических накладок. Поначалу это не произвело впечатления на фюрера. Гитлер считал, что военная промышленность должна сосредоточиться на более традиционных вооружениях, танках, истребителях, артиллерии. Но после просмотра фильма об успешном испытательном запуске он резко изменил мнение. Он решил, что новые технологии дают Германии шанс на возмездие. Гитлеру нужна была совершенно секретная, надежная база для производства этого оружия. ИСС приспособили под эту старую шахту, построенную под горой неподалеку от города Нордхеузен. Незаметность воздуха и неуязвимая для бомбардировщиков-союзников, она была идеальным местом, чтобы укрыть завод по производству ФАУ. Это тоннель А. Он протянулся под этой горой почти на полтора километра. В этой части производили и складировали ФАУ-1. Он связан с параллельным помещением, тоннелем Б. Рядом соединительные тоннели по 120 метров каждый, как перекладины гигантской лестницы. Здесь части для ФАУ-1 и ФАУ-2 поступали на линию сборки. Здесь очень холодно, очень темно, и мне довольно жутко. Этот обширный подземный комплекс имеет более 100 тысяч квадратных метров производственных площадей. Тоннели по-прежнему завалены остатками ракет ФАУ-1 и ФАУ-2. Горы деталей дают представление о масштабах гитлеровской войны на устрашение. Когда его построили и запустили, этот завод работал круглосуточно. Более 7 тысяч человек, две смены по 12 часов, собирали здесь ракеты из блоков, и вставляемых со всей Германии. ФАУ-1 и ФАУ-2 собирали на железнодорожных рельсах, по которым их передвигали дальше по линии сборки по завершении каждой стадии сборки. На своем пике производительность была поразительная. ФАУ-1 могли сходить с конвейера каждые 6 минут, ФАУ-2, которые были намного сложнее, каждые 2 часа. К лету 1944 года ФАУ были готовы к применению на фронте. Это начало новой эры роботизированной войны на дальних расстояниях. Во вторник, 13 июня, всего через неделю после высадки союзников, ракетная программа ФАУ начала работать на практике. Но первой целью Гитлер избрал не позиции союзников. Ею стал Лондон. За три последующих месяца спусковых установок вдоль Ла-Манша по Лондону было выпущено более 4 тысяч ФАУ-1. Зенитным батареям удалось сбить несколько ФАУ-1. В борьбу с ними включились и истребители. Но один из четырех так называемых самолетов-снарядов все же прорывался. У них был такой странный двигатель, и он так работал. А потом останавливался, нос поворачивался вниз, и происходило долгое планирование. 15-летний лондонский школьник Джон Маллен испытал ежедневный ужас от налета ФАУ-1. Страшно было то, что ты мог слышать звук двигателя, издававшего шум, но он останавливался, и ты ничего не видел. Оглядывался и не видел ничего. Они могли тихо планировать на тебя. И если ты оказывался в такой ситуации, то опускался рядом с садовой стеной, вроде этой, поближе к ней, прикрывал голову руками, затем следовал грохот, где-то происходил взрыв. К счастью, попало не в тебя. Первый раунд этой психологической войны был за Гитлером. Фюрер намеревался сломить волю населения Британии, производя ФАУ в массовых масштабах. Чтобы наращивать производство, он построил в Нордхаузене концлагерь, чтобы обеспечивать секретный завод рабской рабочей силой. Внутри было очень холодно, влажно, очень шумно от станков и поездов, проезжавших со свистками. Все время раздавались взрывы, взметавшие облака грязи и пыли, эхом отдававшиеся внутри тоннеля. Это было невыносимо. 20-летний Питер Вольф был одним из тысяч заключенных евреев, доставленных из Освенцима на работу в Нордхаузен. Помню в самом начале, как нас привезли в лагерь. Один из наших ребят спустя два дня не мог больше выносить это. Он бросился на забор, сначала его ударило током, потом с обеих сторон прострелили с вышки. Так что из этого лагеря было не сбежать. Заключенные понимали смысл того, чем занимались внутри горы? Думаю, да. Поскольку здесь собирали ракеты, они понимали, что делали, и пытались, как могли, насколько я знаю, заниматься вредительством. Если их ловили, если выяснялось, что кто-то занимался вредительством, он был считай труп. Его сначала отправляли в тюрьму, потом расстреливали и вешали. За тюрьмой был большой двор, это место казни, где расстреливали и вешали заключенных. Ничто не должно было замедлять производство ПФАУ. За один только день эсэсовцы казнили 50 заключенных, подозреваемых во вредительстве. В августе 1944 года наступление союзников вытеснило немцев из Франции. Были захвачены многие пусковые установки ФАУ-1. Это вынудило немцев изменить стратегию, начать импровизировать. Они стали запускать ФАУ-1 из-под бомбардировщиков над Северным морем или из таких мест, как Гаага, вот здесь. В результате многие ФАУ-1 не достигали своей цели, Лондона. ФАУ-1 при боевой дальности около 200 километров достигли предела своих оперативных возможностей. Но у ФАУ-1 были более скоростные и крупные смертоносные родственники. ФАУ-2 Приближалась новая волна устрашения. Конец первой части Путь в Берлин Гитлеровское оружие устрашения Часть 2 В сентябре 1944 года гитлеровская война на устрашение была накануне вступления в новую, более убийственную фазу. После десятилетий исследований и испытаний была готова к применению первой в мире баллистической ракеты ФАУ-2. Если повнимательнее присмотреться к ФАУ-2, понимаешь, насколько это уникальная конструкция. Она большая, 14 метров в длину. Вот здесь, на конце ракетный двигатель, а далее камера сгорания. Средняя секция ракеты занята топливными баками. ФАУ-2 8 тонн топлива. Здесь емкость с жидким кислородом, а далее емкость со смесью воды и спирта. При зажигании ее проталкивает через ракету в камеру сгорания, обеспечивая начальное ускорение. Далее находятся элементарные системы наведения, комбинация гироскопов, направляющих ракету на цель. Тысячи деталей, и все работают, чтобы доставить это, боеголовку, с тонной взрывчаткой к цели. Достаточно взрывчатки, чтобы снести городской квартал. городской квартал. Через 30 секунд после запуска ФАУ-2 достигает скорости звука тысячу километров в час. Через минуту полета двигатели вырубаются, и ракета входит в космическое пространство сто километров над землей. Затем она начинает спуск и несется к земле с поразительной скоростью в четыре раза быстрее скорости звука. Это значит, что ФАУ-2 были куда более смертоносными, чем их предшественницы, ФАУ-1. Ни один самолет союзников не мог летать достаточно высоко и достаточно быстро, чтобы перехватить ФАУ-2. А на земле все было еще хуже. Приближение ФАУ-2 никогда невозможно было услышать. В начале сентября первая партия ФАУ-2 покинула подземный завод в Нордхаузене для отправки на десятки пусковых площадок вдоль побережья Голландии. Эта тихая улочка при городе Гаги в Оссеннер стала местом самого первого пуска ФАУ-2 по Лондону. 7 сентября 1944 года СС начали здесь выселение жителей из домов. Они установили километровую зону вокруг этих перекрестков. На следующее утро прибыли грузовики и пусковые установки. Техники собрали пусковую платформу, простую металлическую конструкцию, на которую в вертикальном положении установили ракету ФАУ-2. Около 6.30 были запущены двигатели, расплавившие пусковую площадку в радиусе 10 метров. Но это было ничто в сравнении с разрушениями произведенными ракетой, когда спустя несколько минут она вернулась на землю. ФАУ-2 нацеливали на центральный Лондон. Но ракета начала отклоняться от курса. В 6.42 в зеленом пригороде Чизвик на западе Лондона жители Стевли Роуд готовились к чайпитию. Был приятный осенний вечер. Военный инженер Бернерд Роберт Браунинг шел вдоль дороги навстречу со своей девушкой. В доме номер один спала в своей кроватке в передней комнате трехлетняя Розмари Кларк. В доме три миссис Харрисон сидела у огня на кухне. Спустя минуту все они были мертвы, моментально погибнув от мощного взрыва. Джон Маллин ехал из школы домой на велосипеде вдоль Стевли Роуд, когда упала ФАУ-2. И в этот момент вот здесь произошел этот гигантский взрыв. Посмотрели вдоль улицы, это был как будто миниатюрный атомный взрыв. Не такого размера, но столько грязи и пыли поднялось. И, конечно же, поехали назад смотреть. Вот здесь была воронка через улицу от той трансформаторной будки и стен тех домов. Такого диаметра она была круглая. Туда легко можно было боком сбросить лондонский автобус. И как вы решили, что это? Что вы подумали? Понять не могли. Естественно, власти объявили, что это был взрыв газа, потому что опасались, что в Лондоне начнется паника, так что все было абсолютно засекречено. Черчилль не хотел давать Гитлеру никаких психологических преимуществ. И приказал прессе хранить полное молчание. Изучив газеты следующего дня, вы не нашли бы там никаких упоминаний о применении Фау-2. Это Таймс от субботы 9 сентября 1944 года стоимостью 3 пенса. На второй странице местные новости и никаких упоминаний о Фау-2. Тут и про религию в подростковых клубах и про необходимость уважения устоев среди молодежи. Обычные газетные статьи. Есть про гонки в Виндзоре, про теннисный матч. Есть сообщения, что пляжи Дувра теперь открыты, желающие могут поплавать на байдарках. О том, что не хватает импортного жира, но не малейшего упоминания о Чизвике или Фау-2. Примечательно, что пресса хранила молчание два месяца, в течение которых по Британии выпустили более сотни Фау-2. Хотя он редко говорил об этом публично, Черчилль был глубоко беспокоен Фау-2. В общем, писал в мемуарах, что эти новые атаки на Лондон стали для его жителей возможно более тяжким испытанием, чем авианалеты начала войны. Он понимал, что единственный способ противостоять как он называл их слепым и обезличенным ракетам — это уничтожение пусковых площадок авиации. Союзники знали, что завод по производству Фау находится в Нордхаузене, но их бомбардировщики не могли уничтожить его. Он был слишком глубоко под землей. Однако Фау-2 вынуждены были покидать безопасный Нордхаузен при перевозке на пусковые площадки в Гирландии. Так что у союзников была возможность уничтожать Фау-2. Нужно было только обнаружить их. Это леса Хакса. Деревья здесь расположены очень плотно, что делает это место идеальным для немцев, чтобы укрывать Фау-2 и их пусковые установки от хищных глаз британской авиации. Авиаразведка британских ПВС не могла ничего увидеть за верхушками деревьев, а это значило, что союзникам приходилось рассчитывать на разведданные, собираемые голландским сопротивлением. Голландским разведчикам было приказано следовать за расчетами Фау-2 везде, где можно, докладывая об их передвижениях в Лондон. Вооруженные этой ценной информацией британские ВВС направляли эскадрильи истребителей для налетов на Фау-2. Истребители союзников не имели никаких шансов сбить Фау-2 в полете, те летали слишком высоко и быстро. Но Фау-2 и их расчеты были уязвимы во время подготовки к запуску, поэтому Фау-2 нужно было уничтожать на земле еще до запуска. Мы два-три раза в день летали через Северное море, чтобы атаковать площадки Фау-2. 22-летний Майкл Фрэнсис совершил 50 вылетов на бомбометание в составе 602-й эскадрильи спидфайеров. Мы летели по четверо, и ведущий говорил снижение через 10 секунд. Мы уходили в пике, я думаю, градусов на 80, где-то тысячах на двух с половиной метров. И выходили из него где-то на тысячи, между семистами и тысячами метров. Скорость, я так понимаю, всегда была километров 600 в час. нас всех инструктировали, что цель располагалась в определенном лесу, определенного места, на определенной дороге или железнодорожном узле. и мы атаковали все передвигавшееся по земле. Все, что немцы могли использовать для перевозки Фау-2. Хотя ВВС уничтожили многие Фау-2 до запуска, они мало, что могли, когда ракеты поднимались в воздух. Как-то утром на подходе Голландии к побережью где-то на двух с половиной тысячах метров я увидел, как передо мной взлетает Фау-2 строго вертикально. Она была словно золотая комета, потому что встава с солнца и оно отражалось в ней, зрелище было поразительное. Мой хороший друг увидел это, он был чуть ближе, чем я, и выстрелил по ней, но не сбил. Ему повезло, что он ее не сбил, потому что взорвавшись ракета убила бы и его. убил его в той же тверке. Британские ВВС совершили тысячи вылетов на установке Фау-2, существенно подорвав компанию устрашения Гитлера. Союзники продвигались дальше вглубь Бельгии и Голландии, захватывая пусковые площадки Фау и отдали ракеты от Лондона, делая невозможным их применение. Семь месяцев налетов прекратились. По Великобритании были выпущены 1054 ракеты Фау-2. Они убили 2754 человека и ранили более 6000. Но оружие возмездия не выполнило своей главной задачи осеять панику на улицах Лондона и деморализовать население Британии. При изготовлении Фау погибло больше людей, чем они уничтожили. Для них потребовались ресурсы, кадры, усилия, которые могли быть более эффективно использованы на производстве обычных вооружений. Расчет Гитлера на оружие возмездия и устрашение провалился, потому что войну нужно было выигрывать не на краю космоса, а на земле. Продолжение следует...